Весь персонал можно условно поделить на четыре части. Тот, который обслуживает, тот, который вам помогает, тот, который работает по конкретным задачам и тот, который принимает решения. То есть так или иначе мы будем на протяжении всей этой презентации возвращаться к этой схеме. Для примера я вам показала, что это могут быть супервайзеры, бригадиры, которые принимают решения, по задачам работают те, кто встречают, помогают вам, ведущие, аниматоры, все вот это. Принеси, подай положение, мешай, это волонтеры и хелперы. На самом деле не стоит недооценивать эту группу людей, это очень важный момент, эти люди обеспечивают вам спокойствие. Обслуживают в большинстве своем это подрядчики, но так или иначе вам тоже необходимо с ними контактировать и контактировать до последнего персонала, и вы должны понимать, кто эти люди. Теперь немножечко пройдемся по тому, что в целом есть у мероприятий и почему это важно в привязке к персоналу. Цели, задачи и планы. Что от чего отличается, как это не перепутать, и главное, как это быстро объяснить людям. Если вы задаете вопрос, что хотите, вы ставите цель. У каждого мероприятия есть цель, и эта цель, она не конечна. То есть до этой цели есть то, почему вы затеяли это мероприятие, цели ваши, цели компании и так далее. После этой цели есть операционные цели, то, на что нужно достичь в середине мероприятия, и дальше уже задачи, которые вы будете ставить персоналу. Так вот, если ваш персонал не будет понимать цели, он будет работать как попало, он будет не понимать, зачем он это делает. А значит, вы будете играть в ту самую лотерею, в которую я играл 10 лет назад. Потому что рекламные агентства не доносят до персонала цели, как правило. И ты никогда не знаешь, ты бегаешь и объясняешь этим людям, что они делают, для чего они должны это делать. Вот лучше это делать на начальном этапе, и если вы сами организатор или координатор, то вы для себя должны четко раскладывать эти цели. Если вы описываете проблему, и что сделать, это задача. То есть для достижения цели выполняются некие задачи. И комплекс этих задач — это план. Все очень просто. Как каскадировать цели от глобальных до персонала? Понятно, что не надо рассказывать каждому волонтеру, что хочет компания. Ну, это невозможно. Вы же не будете это делать. Поэтому цели разделяются на некие группы. Я их условно выделила так для вас. Стратегические цели, цели мероприятия и операционные цели. Прописывая каждую из этих целей, связывая одно с другим, вы начинаете понимать, что должны делать люди. И вам легче будет их набирать. Дальше это можно проработать на основе вот такого шаблона. Я думаю, что многие его видели. Работает отлично. То есть стратегические цели — это первый уровень, то, что важно либо для компании, для которой вы делаете мероприятие, либо, может быть, для вас лично, если вы работаете внутри компании. Ну, например, это может быть закрепление в ниши, позиционирование компании как эксперта, увеличение прибыли. Здесь может быть все то, для чего вы планируете мероприятие. Цели мероприятия — это те самые показатели, которые вы потом будете пытаться померить, какие-то вот те базовые KPI. Они уже касаются непосредственно самого мероприятия. Но для примера, то есть можно создать новый бренд в нише, бренд какого-то мероприятия. У нас был такой опыт. Можно посредством мероприятия сформировать себе новую клиентскую базу, если вы запускаете новую услугу. Монетизация мероприятия — я просто хочу заработать на этом мероприятии. Возможно, вам нужно создать или продвинуть личный бренд руководителя, ну или просто увеличить количество существующих заказов, то есть прирасти. Это все может делать мероприятие. Дальше уже есть конкретные операционные цели, которые будут помогать вам выполнять цели мероприятия. Что вам нужно сделать, чтобы цели мероприятия выполнялись? Ну, например, концепция позиционирования, если мы создаем новый бренд, бренд-бук туда же, монетизация, можно, например, провести выставку на каком-то форуме и немножечко отбить денег. Если мы говорим о личном бренде руководителя, можно сделать целый комплекс до основного мероприятия, прокачивать бренд руководителя, вводить его по различным пресс-конференциям, интервью и так далее. То есть если вы планируете сделать серьезный скачок в количестве заказов и услуг, и если у вас еще нет CRM, то она наверняка может понадобиться. То есть раскладывая цели вот таким образом, вы понимаете, что с чем взаимосвязано. Между вторым уровнем и третьим может быть сколько угодно уровней, лишь бы вам было удобно и понятно. Дальше можно двигаться к задаче. То есть что, собственно говоря, надо сделать. И исходя из своих операционных целей, вы прописываете вот так много-много-много. Это первый уровень. Задачи тоже могут быть многоуровневыми. Для того, чтобы... Ну то есть иногда задача, она глобальна. И ее полезно разложить еще на второй, на третий уровень, чтобы было понятно. И дальше вы, глядя на задачи, вполне себе спокойно понимаете, кто вам для этого нужен. И здесь тоже можно раскладывать не на один уровень, прорабатывая целую структуру. Таким образом, двигаясь от цели до конкретных людей, персонала, вы можете понятно им объяснить, на каком уровне. То есть у волонтеров может быть конкретная вот здесь задача, вы можете объяснить и сказать ему, какой операционной цели они должны достигать. Если это подрядчики, то, соответственно, можно зайти и дальше, чем за операционную цель, и рассказать ему цель мероприятия, какую конкретно он должен достичь. То есть если вы берете подрядчика на внедрение CRM, вы объясняете ему, что мне не просто нужна CRM, а CRM мне нужна для того, чтобы мы планируем качественно прирасти в клиентах. То есть важно, чтобы все эти люди понимали, что они делают. Дальше план. То есть у меня он выглядит вот так. В левой части вид работ, которые подразделяются на различные подразделы, разделы и так далее. И все те задачи, которые вы прописали, они укладываются вот в эту длинную-длинную простыню с какими-то возможными комментариями. Временная шкала, по которой мы квадратиками отслеживаем, собственно говоря, куда мы двигаемся и на каком этапе мы находимся. Исполнитель, либо ответственный компания, но желательно человек, который конкретно это делает и за это отвечает. То есть здесь не конечный Вася, который собирает вам сцену, а координатор Маши, который отвечает за то, чтобы сцена стояла. Примерно вот так. Здесь же можно накидывать бюджет, план-факт, который потом легче будет свести в основной бюджет. По зонам ответственности. В каждой команде, хотите вы этого или нет, должны присутствовать четыре роли. Только тогда команда будет эффективна и если каждый человек в этой команде будет понимать, какова его роль, то команда будет работать эффективней. Исполнитель ответственный за конкретный этап рабочего процесса, ответственный, который утверждает работу исполнителя, не надо, чтобы было много ответственных в одной задаче. Больше двух ответственных в одной задаче порождает хаос. Это важно. Эксперт, который может вносить предложения и советы, но решает, все равно ответственный. Поэтому это очень важно. И на уровне эксперта может быть даже волонтер на самом деле, потому что это важно, они находятся на местах, и они понимают, как и что сделать эффективней. И важно, чтобы ваш персонал понимал свою роль и свои возможные роли, и умел донести до нужного человека, понимая роль коллег, кому можно сказать, чтобы процесс улучшить. И, собственно говоря, координатор, информируемый, который ведет учет проделанной работы. Ну вот на моей маленькой схемке примерно это выглядит вот так. Руководитель всегда ответственный, неважно на каком уровне он руководит, поэтому все ваши промежуточные менеджеры, супервайзеры, бригадиры и же с ними, они принимающие решения, и они контролируют процесс, и они же принимают решения. Те, кто работает по задачам, они формируют экспертную свою точку зрения, поскольку они специалисты, и исполняют эти конкретные задачи. Их контролируют. Вот они. Волонтеры. Здесь я не ставила вопрос для вас, что они могут быть консультантами, но на самом деле могут быть, и прислушиваться к этому важно. С обслуживающим персоналом тоже все понятно. Они выполняют определенные задачи, и вот здесь роль консалтера вырастает в разы, потому что вы обязаны, вынуждены слушать то, что вам скажет ваш монтажник, ваш звуковик, ваш оператор и так далее. Вы будете, как руководитель, перестраивать свою схему работы, исходя из их экспертного мнения. Поэтому вот здесь вот эта буква очень важна. Схема площадки. Вот так может выглядеть схема предполагаемого мероприятия, раскрашивая различные зоны, так или иначе вы делите ее, чтобы потом внятно объяснить персоналу, что где находится. Конкретные зоны могут выглядеть вот так, и вот здесь уже важно расставить ваш персонал. То есть вот в данном случае небольшая схема локального мероприятия. Все понятно. Кто за что отвечает, кто что делает, где что находится, по какому периметру. Вот номер 7, он у нас должен ходить по кругу и, собственно говоря, координировать весь процесс. Иногда карта проекта может выглядеть вот так. Это был федеральный проект, который мы делали на всю область, и здесь размечались каждая точка мероприятия. Площадки я уже вам не привожу, но вот выглядело это вот так. Всего в этом проекте принимало участие 2,5 тысячи человек, которые вышли в один день и выполнялись разную роду свои задачи. Для того, чтобы выводить такое количество людей, персонал нужно строить в сетевую структуру. Это важно. Нельзя отпускать этот процесс на то, что они самоорганизуются. Если вы не простроите структуру, если вы не понимаете, как она действует, вы опять будете играть в лотерею, придут, не придут, кому звонить, или ваш персонал будет звонить все время одному человеку, а не дай бог это вы, вы перестанете есть, спать и вообще на что-либо реагировать. Поэтому при построении сетевой структуры важно учитывать вот такие уровни. Уровень понимания. То есть сотрудник способен воспринять около четырех уровней по вертикали. Руководитель, менеджер, бригадир, супервайзер и так далее. То есть не загружайте. Если у вас человек стоит внизу уровня, вот он должен знать хорошо четверых, остальных уже только по фотографии. Ему уже не надо общаться и куда-то выходить на этот уровень выше. Иначе это избыток информации, и опять же тогда кто-то способен будет шагать выше, передавать информацию не на тот уровень, и она просто будет теряться у вас. По горизонтали. Желательно не более десяти. Хотя у меня в портфеле были проекты, когда у нас в одной мини-команде работало до 15 человек. Но управлять этим уже достаточно сложно. Поэтому больше десяти волонтеров и на него один какой-нибудь бригадир или командир, вот это оптимально на самом деле. Особенно если вы только начинаете организовывать мероприятия. Уровень перемещений. Для формирования структуры очень важно, как на мероприятии перемещаются ваши сотрудники. Вот это все меряется шагами или километрами на машине. То есть в случае моего большого проекта я села и объехала все точки. Потому что связано это было вот с чем. Первичная инструкция к нам пришла, и было сказано, у каждого бригадира есть время на проверку одной точки 20 минут. Между некоторыми точками расстояние, только чтобы доехать на машине, занимало минимум 40 минут. Вот пришлось, когда нам писали эти инструкции, они же об этом не думали, нам пришлось сесть и переписать эти инструкции и отправить наверх федералам для того, чтобы нам это все утверждали обратно. Это важно. Если вы находитесь на площадке, допустим, такой, как здесь, вы идете шагами из зала в зал, и вы понимаете, если вы назначаете ответственных за зал, сколько времени они должны провести в зале, куда, через какое время они должны перейти, и хватит ли им этого времени. Если им этого времени не хватает, значит, человека нужно два в промежуточной точке. То есть уровень перемещений прямо влияет на количество персонала в вашей структуре и уровень действий. То есть все люди. Если вы не хотите, чтобы ваш персонал косячил, обед, перерыв, посидеть, попить – это все должно быть обеспечено. И если время работы персонала 5 часов, он 5 часов на ногах не выстоит. Значит, должны возникать подменные люди, подменные задачи, либо вы должны находить в вашей схеме мероприятия пустые точки, когда персонал можно вывести и отправиться отдыхать. И уровень действий, он тоже прямо влияет на количество персонала в вашем мероприятии. Ну, вот примерно структура может выглядеть вот так. То есть когда есть некий руководитель, координатор, который осуществляет за сбор информации общий и уже доводит это до руководителя, менеджеры, которые напрямую подчиняются руководителям, их может быть лучше до 5 человек. Если их возникает больше, лучше здесь организовать еще одну структуру каких-нибудь суперменеджеров, которые будут ими управлять. Потому что иначе руководитель уже может теряться в потоке информации. Бригадиров, которые отвечают за конечную команду, может быть до 10 человек под одним менеджером. То есть в принципе люди в состоянии управлять 10, максимум 15 людьми. Эффективно. Если проект долгий, длинный, то количество человек можно увеличивать. Вот я сейчас говорю на примере проектов, когда люди работают 1-2 дня. И у вас там краткое время для подготовки, ну 3-4 месяца, например. За это время формировать более крупные команды достаточно рискованно. Небольшие задачки, просто чтобы вам было более-менее понятно. Я рассказываю, я же как бы поделюсь тем, что как это будет выглядеть в решении. То есть, допустим, небольшая задачка. Условия таково. Механика приз за покупку, время работы торговых точек 10 часов, 5000 призов, раздается в ПТЗ заказчика в среднем 10 призов в час. Срок акции 5 дней, в городе есть 20 торговых точек. Заказчик просит 2 человека на точки. Вот примерно может быть вот такое решение. 40 человек, потому что так просит заказчик. Собственно говоря, здесь мы не избежим. Если бы у нас было большее количество призов в час, то срок акции можно было бы сократить. Если бы было меньше, то срок акции бы увеличился. И тогда мы вынуждены были бы искать подменный персонал. Ну, то есть, если бы человек уже работал более 5 часов, здесь мы заложили, что один промоутер может выйти перекусить, второй его подменяет. Но если бы мы работали более 5 часов, менять пришлось бы уже 2. И здесь было бы больше. Супервайзера минимум 3, максимум 5. Если здесь у нас точки удалены достаточно далеко, и вы понимаете, что человеку перемещаться сложно, то количество их вырастает. В принципе, здесь можно даже и до 2 ужаться, но при условии того, что команда уже достаточно эффективна, и это ваша не первая акция. Ну, примерно вот так. Еще одна задачка, и немножко более другое решение будет по схеме. То есть, если у вас задача провести образовательную платную конференцию, время мероприятий с 10 до 6, холодно, зима, обед в отдельной части зала. Вот только обслуживающий персонал, мы не берем там ведущих, какую-то образовательную часть спикеров и прочее. То есть, вот только обслуживающего персонала вам нужно будет 10 человек. При этом здесь показаны, куда они будут перемещаться, и по-хорошему к этой схеме должен прикладываться тайминг, когда люди понимают, что они делают, куда они идут, во сколько это все происходит. Вот трансформирование структуры, построение и увязка персонала со схемой происходит именно так. И вот когда вы формируете вот это все, вот здесь вот важно не забывать о том, о чем я говорила в начале. Вот эти все люди должны понимать, зачем они тут стоят. Не конкретно они регистрируют людей, а им важно делать это быстро, четко, потому что это успех мероприятия. Теперь немного о самих людях. Базовые понятия хочу вам разделить. На самом деле все довольно счастливо оперируют понятиями мотивации, стимулирования, но не все понимают, что это такое, и важно это не перепутать. Потому что умело манипулируя этими двумя понятиями, вы можете экономить бюджет достаточно сильно. Итак, мотивация – это все то, к чему человек стремится сам. Это все то, из чего исходят внутренние порывы. То есть все то, что мы готовы делать, все то, что нас привлекает. Вы никак не можете прямо повлиять на мотивацию, но вы при подборе сотрудника можете ее узнать и умело этим манипулировать. И здесь важно понимать, чем мотивация отличается от стимулирования. Вот стимулирование – это то, на что вы можете прямо воздействовать. Причем стимулирование может быть как с положительным, так и с отрицательным знаком. То есть вы можете что-то давать, и вы можете, условно говоря, чем-то угрожать. То есть накладывая определенные штрафные санкции, ограничения, вот это все имеет место быть. Поэтому четко разделяем, что есть пряник, что есть кнут. И при построении сети персонала, при построении схемы прописываем истории, чем мы мотивируем, чем мы стимулируем. Потому что ваша экономия бюджета напрямую связана от того, как вы сможете нематериальные средства для этого привлечь. Мотивация для персонала всегда должна быть понятной. Всегда. То есть вот не достижение KPI, мы там продадим чего-то, там настолько-то, это люди не понимают. Они должны понимать, что конкретно получат они в случае успешного выполнения работы. Система стимулирования должна быть прозрачной. То есть не я штрафовала, потому что ты плохо работал, а я тебя штрафовала, потому что ты не в той форме пришел, не то говорил, жевал жвачку, там что-то еще произошло. То есть вот и все это внутри группы, внутри людей, выполняющих одну задачу, должно быть одинаково. Вот здесь вот принцип полной уравниловки. Нельзя одному давать больше, другому меньше, вы получите перекос в команде и опять будете играть в ту самую лотерею, когда ничего будет непонятно, как люди будут работать. Дух соперничества хорош, но в меру. Так, про мотивацию поговорили, примеры мотивации для персонала могут быть вот такими. Оплата за час, то есть материальное – это все то, что вы в принципе готовы платить. Не материальное – это то, что вы можете выявить при приеме человека на работу, при найме промоутеров, супервайзеров и так далее, что ему может быть важно, и это дать. Ну, например, похвала грамоты, личный пример ваш, то есть я, например, набираю персонал, личным примером ко мне идут. Но это опыт 10 лет. Вот. Эксклюзивный материал от спикеров мероприятия. Очень многие, когда мы проводим образовательные мероприятия, очень многие мои промоутеры, волонтеры и хостес активно посещают определенные секции. Мы договариваемся заранее, куда они могут прийти, что послушать. Им это важно. Мне это экономит бюджет. Довольно серьезно. Стимулирование. Здесь, в общем-то, все просто. Это те методы, которыми вы можете заставить людей, условно говоря, заставить, выполнять вашу работу качественно. При правильной постановке, при правильном исследовании мотивации и хорошо дополненном стимулировании человек работает очень эффективно. При прозрачной системе ваша вся команда работает эффективно. Стимулирование может быть материальным, может быть также нематериальным. То есть вот стимулирование – это все то, что вы ставите премии и все то, что вы наказываете штрафами. То есть это все то, что сподвигает людей выполнять определенные сверхзадачи, если они у вас есть, либо делать это хорошо. То есть в моих проектах всегда есть премия на усмотрение руководителя. Я иногда, честно говоря, не могу предположить каких-то вещей, но я оставляю этот зазор по деньгам для того, чтобы поощрить людей. После этого люди работают еще лучше. И на следующее мероприятие, ну у меня есть определенного рода мероприятие, где у меня очередь выстраивается. Мне даже не надо их набирать. То есть я говорю, ребят, 12 августа побежали. И у меня там сразу там запись понеслась. То есть вот это все от того, чтобы мотивация и стимулирование продуманы, выстроены, и это помогает вам впоследствии. Для примера вам привела. То есть вот так может выглядеть штрафной лист. Вот здесь пишется штраф. И почему? Штрафные листы очень удобно подписывать сотрудниками, особенно если вы нанимаете большое количество людей, особенно если вы не можете поговорить уже с ними лично и проводите большие инструктажи. Раздал, подписал. Все понимают правила игры. Все понимают, что они делают, что они делать не должны. Я сплю спокойно. Мотивация и стимулирование. В принципе, вот как играть этим всем и как находить золотую середину. Отталкиваться можно от средней оплаты, которая есть, и вы как организатор мероприятия, в принципе, каждый в своем городе, ее наверняка понимаете. Если вам надо найти персонал быстро, вы доплачиваете. Очень быстро вы доплачиваете много. Я могу находить персонал за 15 минут. Реально, вот просто выставляешь ценник плюс 2, и все хорошо. Экономия в деньгах в первую очередь будет снижать вам качество персонала. Десять раз подумайте. Экономить бюджет сильно на персонале нельзя. Вы получите людей, которые будут не мотивированы абсолютно ничем и никак. Мотивировать только нематериально можно, но для этого у вас должны быть те факторы, которые попадают именно в персонал. То есть да, можно нанять группу волонтеров из волонтерской организации, пообещать им запись волонтерской книжки, покормить еще что-то и какие-нибудь билеты еще дать. Да, это может сработать, но не долго, не часто и не всегда. И это важно понимать, потому что я сталкивалась с такими проектами, когда к нам приезжают москвичи, говорят, мы сейчас будем большой форум организовывать. Я говорю, здорово, а сколько человек придет? Ну, мы же ожидаем там 3-5 тысяч. Я говорю, классно, наверное, надо много персонала. Ну да, мы возьмем студентов-волонтеров. Я говорю, а как мы их будем набирать и платить? А сколько нам их надо? Ну, нам надо примерно человек 50, да. Ну, мы дадим им футболки и покормим. Я говорю, ребят, серьезно? Если вы сейчас найдете 50 человек, которым вы дадите футболки и покормите, это не работает. И даже молодые люди, даже студенты, они все хотят зарабатывать. Учитывая, что форум, который был никак не интересен студенческой аудитории, играть там на нематериальной мотивации было невозможно. Просто невозможно. Все закончилось тем, что за 5 дней до старта они пришли ко мне и сказали, спасибо, пожалуйста, нам надо что-то делать. Мы спасли, конечно, выставили бюджет, нашли, все было хорошо, но об этом нужно думать вначале. Где найти персонал? На самом деле ничего нового здесь вам не расскажу. Все банально просто, просто это нужно делать. И нужно понимать, и в своем городе держать эти связи. Социальные сети. Спасибо им, что они есть, спасибо им, что они развиваются, они здорово упрощают жизнь организатора. Вот прямо очень здорово. Это могут быть какие-то группы, где вы можете состоять, вы можете, впоследствии я расскажу, как формировать кадровый резерв при помощи социальных сетей, но в целом можно открывать, писать постик, набираю людей туда-то, туда-то, и почти вероятно, у вас все получится. Волонтерские объединения и клубы. Здесь вообще все просто. В каждом городе они есть. Это самая высокомотивированная история, которая может быть. То есть вот ребята, которые там есть, которые состоят в этих клубах, с ними очень просто. У них есть опыт, с ними можно договариваться, их можно поощрять, и вообще с ними очень легко работать. Студенческие клубы, профсоюзы и отряды. Это примерно то же самое, что волонтерские объединения, но может быть чуть больше доли пофигизма. В целом с ними тоже достаточно просто. Единственное, что нужно уделять время и волонтерам, и студентам. Я довольно часто приезжаю во все эти клубы, приезжаю в вузы, стараюсь уделять время, что-то преподаю, чем-то помогаю. Если у них проходят какие-то их внутренние мероприятия, я вовлекаюсь и делаю это бесплатно. Это окупается сторицей потом, потому что потом, когда надо мне, им сложно мне отказать. Поэтому берите это на контроль, находите связи, укрепляйте, держите их в течение года. Это поможет вам управлять этими людьми более эффективно. Когда эти студенты, волонтеры знают вас лично, вы представляете для них какую-то экспертную роль, им тоже как бы и вам с ними легче, и им с вами тоже. Театральные танцевальные коллективы. Да, это тоже хорошее подспорье для персонала, особенно когда персонал должен не просто что-то делать, а делать это творчески. То есть, когда вам нужно сделать на мероприятии какой-нибудь танцевальный флешмоб, например, или что-то еще. Вот здесь все вот эти вот коллективы примерно по той же схеме, что с волонтерами и студентами. Встречаешься с ними, общаешься, помогаешь им какими-то идеями в их мероприятиях, и они тоже идут довольно-таки хорошо на контакт. Модельное агентство тоже надо, с ними сложно. С ними вообще всегда сложно. Они все такие вот небесные, но можно и нужно. Поэтому то же самое. В последнее время у меня достаточно неплохая практика. Я с ними встречаюсь, тоже что-то им преподаю, и когда они мне нужны, они работают. Клубы по интересам. Вот это вся та история, которая может вам помочь. Молодые мамы, роллеры какие-нибудь, самокатчики, я не знаю там, кто у нас еще был, стритрейсеры, когда нам нужно было автотюнинг-шоу устроить. То есть вот в эти клубы по интересам надо тоже по максимуму стараться входить. У каждого своя сфера проведения мероприятий, но так или иначе в этих клубах достаточно много людей заинтересованных, которых тоже можно мотивировать нематериально, что самое важное, наверное. Ну и стандартно друзья, знакомые и их дети. Тут все тоже просто привет, Маша там не хочет твой Вася поработать у меня. Как выбирать? Здесь, собственно говоря, возвращаемся опять к нашей схеме. И я рекомендую следующее. Тех, кто принимает решения внутри вашего проекта, собеседовать лично. Всегда. Сколько бы их ни было. Если надо, начинайте процесс набора персонала заранее. Но вы должны всегда смотреть в глаза тем, кому вы доверяете определенный участок работы. Для каких-то задач можно уже делать, ну то есть, если у вас людей много, если вы понимаете, что с каждым вы не поговорите, собирайте их кучками по задачам. Это удобно. Если надо прям вот совсем много, или люди делают что-то нечастное, что-то не такое серьезное, и их обязательно кто-то контролирует, можно набирать через организации, через инструктажи, собирая контакты через форумы. Я покажу, как это делается. И здесь тоже все просто. Как правило, это какой-то конечный подрядчик, но обязательно личное собеседование. То есть обязательно смотрите на человека ответственного внутри этой группы, обязательно понимайте, что вот тот монтажер, с ним все хорошо, и он действительно придет и не запьет. У меня были такие случаи, когда надо было монтировать вечером сцену, а группа монтажников запила. Искали других. Быстро, неэффективно, но все это было потому, что мы не поговорили с подрядчиком, мы знали, что там приедет фирма, которая должна это сделать. Она просто не приехала. Сказали, да, ребят, мы там выплатим вам неустойку по договору. Все, да, не проблема, но мы не приедем. И, собственно говоря, если бы мы на этапе с ними поговорили, мы поняли, что как-то вот эта контура не внушает доверие, мы бы этого избежали. Как выбирать? Тут тоже, наверное, ничего нового не расскажу, но почему это важно? Перед тем, как пригласить человека на собеседование, посмотрите его социальные сети. Фото, записи на стене, кто у него в друзьях, с теми, кто постарше, это очень просто. Можно сложить прям практически портрет, еще быстренько понять, чем человека мотивировать и как на него, как им можно там поманипулировать. С более молодыми ребятами это сложнее, потому что они не все пишут реальные имена, они не все ставят реальное фото, но по их записям на стене в принципе можно сложить впечатление о том, надо ли вообще этого человека звать на работу или нет. Потому что у меня было такое, молодой человек оставил контакты в форме, я открываю, просто не нашла этого скриншота, очень долго искала, хотела показать. Я открываю его страничку, он зачистил уже, и там на стене такое, пью, очень много пью, я все еще пьян. Я понимаю, что, извини, дорогой, мы даже с тобой общаться не будем больше. И это важно, не поленитесь, зайдите, посмотрите. Я стараюсь просматривать даже те, кто приходит на групповые собеседования, потому что соцсети это то первичное сито, которое позволит вам отсеять вот совсем вот сразу неподходящих людей. Не надо рисковать. Я понимаю, что молодежь, она, ну, там праздники и все такое, вот да, это возможно. Но если ты пишешь об этом в соцсетях, если с тобой это происходит, это вываливается в публичную плоскость, ну, наверное, ты не очень надежный человек. И ставить не очень надежного человека куда-либо не очень хорошо. Как выбирать? Задавайте открытые вопросы, если вы собеседуете человека. Больше открытых вопросов, меньше закрытых, когда вам могут отвечать да или нет. Особенно это касается тех, если вы набираете людей, которые должны общаться на вашем мероприятии. То есть это те, которые осуществляют службу заботы о каких-то людях. Или это хостес, или это промоутеры, которые что-то должны продвигать. Или это люди, работающие на стендах и так далее. Чем больше у человека компетенции в общении, тем больше вы должны задать ему открытых вопросов. Если вы понимаете, что у человека роль, когда нужно, скажем так, попадает, ну, он может попасть в нестандартные ситуации, у нас есть мероприятие, где на припаде присутствует алкоголь, и понятно, что в определенный момент градус повышается, и с этими людьми надо что-то делать. И девушки, которые хостес на мероприятии, они тактично задают этих людей охране. Это никто не верит, это никто не замечает, но это делается. И вот тут важно, чтобы эти девушки были готовы к нестандартным ситуациям. Поэтому я обычно задаю бестактные вопросы. Я смотрю, как человек реагирует. И это тоже поможет вам, чтобы сотрудник на мероприятии не повел себя непредсказуемо. Потому что вы никакой мотивации, стимуляции, вы не сможете это предугадать, а что-то пойдет не так и может дойти до скандала, до совсем большого скандала. Поэтому это можно предусмотреть на собеседовании. Как набирать большое количество людей? Спасибо Google, спасибо его Google формам. Реально, даже сказать больше нечего. Делаешь форму, размещаешь эту ссылку везде, где только можно, и у счастья контакты собираются сами. Собираются, собираются, собираются. Я всегда прошу их оставлять ссылки на соцсети. Сажусь, проверяю, быстренько отсеиваю, собираю. И это очень удобно. Прям очень-очень удобно и очень рекомендую это делать. На групповое собеседование. Когда вы собираете людей? Когда вы понимаете, что у вас очень много волонтеров должно работать на мероприятии. Если их уже больше 15, нет смысла разговаривать с каждым. Если они выполняют более-менее похожую задачу, можно собирать их в кучки и собеседовать их в кучками. Что для этого нужно сделать? Подготовить речь четко, кратко, не разливаясь, а рассказать, что они должны делать. Подготовьте инструкции, отлично будет, если они будут с картинками, чтобы человеку было максимально понятно, если там будут вот эти схемы площадок, что, куда, когда, во сколько, зачем. Я никогда не даю инструкции до собеседования. всегда даю их после и под подпись. Это тоже определенная такая этика, которая вам поможет. Сделайте подписной лист, человек пришел, если он остался до конца, если ему это действительно интересно и он готов работать, то в конце он просто подпишется, получит эту инструкцию под подпись и уйдет уже, вы будете спать спокойно. Постарайтесь, чтобы речь была четкой и запланируйте практически половину времени на вопросы. Вопросы от группы ваших людей помогают прояснить ситуацию, потому что вот им со своей стороны проще вам задавать вопросы, вам проще отвечать, остальные слышат. Это эффективнее, чем если вы пробарабанили инструкцию, которую вы написали и отправили их в свои. Кто-то может постесняться спросить, кто-то не постесняться спросить. Вы тут же можете отметить кого-то более активного, которому дать какую-то другую роль. Я иногда собираю на собеседование волонтеров, потом так вычленяю, говорю, ты и останься, пожалуйста, мы с тобой поговорим, потому что я вижу, что потенциал там значительно больше и можно человека перевести в другую категорию. Формирование кадрового резерва. Есть два понятия по кадровому резерву, которые вам будут помогать. То есть пассивный кадровый резерв и оперативный кадровый резерв. Рекомендую делать и то, и другое. То есть пассивный кадровый резерв это в принципе то, где вы можете набирать людей, понимать, куда вы за ними пойдете, где вы будете писать и давать ту ссылочку на ту самую форму, чтобы люди набирались. Сделайте постоянную форму сборщик контактов. Если вы регулярно ведете мероприятие, сделайте такую форму, собирайте контакты. Все контакты из других форм агрегируйте в одну таблицу. Это очень упрощает, когда нужно очень быстро найти людей. СМС-рассылка по номерам, кто-то откликнется. Всегда сохраняйте контакты, которые вам оставили. Держите контакт с руководителями всех организаций, волонтерских, творческих, вот то, о чем я говорила. То есть не просто в записной книжке. Позванивайте им периодически, раз в два-три месяца, появляйтесь у них, приезжайте к ним, общайтесь с ними, поздравляйте их с праздниками, напоминайте, что вы есть, что вы хорошие, что вы друг, это важно. И авторизуйтесь на различных форумах с тематикой по интересам, в различных группах, страничках и прочее. Если есть возможность, постарайтесь там обозначаться и как-то общаться. Если такой возможности нет, задружитесь с двумя-тремя лидерами мнений и действуйте через них. Это тоже все помогает формировать какую-то вот такую зону, информационное поле, откуда вы будете доставать людей. Оперативный кадровый резерв можно формировать, если вы уже не первый раз делаете мероприятие, вы уже понимаете, у вас уже кто-то работал, вот из них вы и формируете тот самый резерв, к которому можете обращаться. Все очень просто. Опять же, спасибо соцсетям, чатики ВКонтакте, чатики в мессенджерах здорово облегчают положение. То есть у меня есть чатики большие и общие, у меня есть чатики по прошлым каким-то проектам. Я всегда стараюсь брать людей с одного проекта на другой, перетекая с года в год. Это очень удобно. Это экономит мое личное время на инструкциях, это повышает надежность и сокращает риски какие-то. Делитесь контактами хороших людей. Я очень активно помогаю всем, полгорода меня знает, пишут, помоги, найди. Это еще и не потому, что вы там просто хороший человек. Вы даете работу своему оперативному резерву. Вы насыщаете их полезной информацией, вы для них ценные. Вот это важно. Поэтому здесь важно выходить на контакт, помогать им. Не стесняйтесь взять контакты активных людей на мероприятиях. Если я в своем городе пришла на мероприятие как посетитель и вижу активного промоутера, я подойду и оставлю ему визитку. Всегда. Посещайте лично студенческие мероприятия, вот все их вот эти дни факультетов, вот это вот все тратата, это все тоже помогает, а лучше помогайте им это организовывать. выступайте, будьте для них экспертом, консультантом, тренером. Общайтесь со своими людьми не только по работе. Субтитры сделал DimaTorzok